Привет, ребята! Давно я с вами не делилась своими новинками арт-материалов, и сегодня хочу это сделать. Как-то я забежала за чем-то необходимым в Office Mag и нашла там кое-что очень даже интересненькое. Я взяла вот такую большую кисточку от Brauburg. Brauburg, насколько я понимаю, это прям фирма Office Mag. Вот такая толстая, большая, круглая кисть номер 10. Почему бы и нет? У меня такой нет. Во всей моей небольшой коллекции кистей такой большой круглой кисти нет, поэтому пусть будет. Стоило оно, значит, очень бюджетно, в районе 100 рублей. Взяла я вот такой наборчик маркеров. Мне на самом деле нужен был темно-синий, но я решила, почему бы не взять целый набор. Стоил он тоже бюджетно в 300-400 рублей, и маркеры выглядят очень даже презентабельно. Вы просто посмотрите, какие они вкусные, красавчики. Здесь, конечно, наконечник пуля, а не кисть. Но в целом, за такие деньги, почему бы и нет, по-моему, это очень даже выгодно. Если вы хотите какой-нибудь непринужденный небольшой обзорчик на товары Brauburg, обязательно пишите мне об этом в комментариях. Не могла я не удержаться и не попробовать их скетчбуки. Они также, ну, довольно бюджетные. И взяла вот такого красавчика. Что меня в нем привлекло? Очень прочная обложка. Когда я ношу с собой скетчбуки, они всегда вечно убиваются. Если у них мягкая обложка, они пачкаются, а этот все еще держится. Я ношу его с собой уже несколько месяцев. Единственное нарекание к нему, он довольно-таки тяжелый парнишка. И я здесь даже уже рисую. Но он неубиваемый из плюсов. Бумага здесь такая себе на самом деле. Кроме как карандашом, здесь ничего не порисуешь, наверное, ничем. Не понабрасываешь. Бумага довольно тонкая, при этом шершавая. Как видите, она не белая. Но это такая классическая недорогая бумага для наброска. В принципе, за свои деньги, опять-таки, почему бы и нет, очень даже неплохо. Это совсем-совсем небольшие покупочки с маркетплейсов и из магазина Леонардо. Первое, на что, я думаю, вы уже обратили внимание, это вот такой прекрасный кейс с матовыми карандашами от Малевич. Я получила на них какие-то невероятно положительные отзывы, получила рекомендацию и тут же заказала. Стоили они всего лишь 290 рублей за набор из шести штук разной мягкости и разной твердости. Давайте откроем, мне безумно интересно. Сейчас мне пришла в голову идея сделать, наверное, отдельное видео, где я тестирую новинки. И туда, скорее всего, войдут эти карандашики. И, возможно, какие-то еще штучки из этого видео. Напишите, пожалуйста, на что хотелось бы быстрее уже поскорее увидеть обзор. О, он еще и вот такой красивый, посмотрите. Мне безумно нравится дизайн, где от твердости и мягкости варьируется также цвет. Это очень удобно, когда у тебя эти все карандаши, например, в одном пенале находятся, и ты уже привыкшь. Чем светлее, тем тверже. Это, на самом деле, очень клево. Вы посмотрите, какой у них толстый грифель. Мне уже нравится. Мне уже просто не терпится им поскетчить. Выглядят они очень солидно. И если они действительно матовые, как Штедлер, например, или как, упаси боже, Фабер Кассел, где один карандаш стоит так же, как весь этот набор, это будет, конечно, бомба и пушка. Малевич, продолжайте нас, пожалуйста, радовать своими новинками. Всегда ждем, любим и ценим. Ну и вот этот детский сад. Мне почему-то пришла в голову гениальная идея, что ластик на конце карандаша, тем более вот такой здоровый и тяжелый, это круто и удобно. На самом деле нифига. Он слишком большой и слишком тяжелый, поэтому просто будет лежать у меня в пенале, наверное, если он плюс-минус хороший по качеству. Мне кажется, он достаточно жесткий. Да нет, он недостаточно жесткий. Обычный, короче, ластик в виде вот такой вот милой кошачьей лапки. Следующее. Помните, я покупала вот такую подобную ручку от Vista Artist в Леонардо, но она была на целый один миллиметр. Теперь я решила взять поменьше. Я потестировала в магазине, мне безумно понравилось, как они пишут. Есть там, безусловно, разный размер. Я решила взять 0,7. И мне кажется, эта вещь будет нереально, невероятно удобна. Это находка, а это ошибка. В общем, я обратила в Леонардо внимание внезапно на стенд с акварельными маркерами и нашла у них такую новинку. Это маркер-кисть Double Tone. То есть, с одной стороны у нас под темным колпачком темный оттенок, а с другой стороны светлый. И это же просто гениально. Ты можешь в пенал положить три маркера и нарисовать вполне такую неплохую, даже полноценную работу, ну или как минимум здорово так разнообразить свои скетчи. И я была уверена, что я беру точно такой же маркер розовый. Но не обратила внимания на колпачки. Пожалуйста, если побежите, смотрите, чтобы маркеры были с разными колпачками, чтобы колпачки были разного цвета, в тон соответственно. Это же просто, блин, гениально. Я думаю, конечно, что на Алике что-то подобное уже давно, наверное, есть. Но мне безумно радостно, что сейчас это у нас появилось в России. Можно купить в магазине Леонардо. И этот маркер, кстати, стоил дешевле, чем вот этот. Просто обыкновенный, привычный акварельный маркер. И напишите, пользуетесь ли вы вот этой стороной для рисования. Я и пользуюсь только для письма. И в целом мне не очень нравится формат акварельных маркеров вот с наконечником пуля. Конечно, можно пользоваться кистью, но лучше бы здесь было Долото или вторая кисточка. Да, точно такая же, но вторая. Чтобы этого маркера, чтобы наконечника кисть хватило на подольше. Я вам совершенно забыла показать вот эти штуки. Заказывал я их еще к Инктоберу. То есть это было почти полгода назад. И я про них абсолютно забыла. Закинула в ящик и все. Заказала я их на Азоне. И меня очень привлекли вот эти наконечники. Я думаю, вы понимаете. И судя по фото, я думала, что это будет нечто похожее на пентеловские брошпены. Но нет, это все-таки больше похоже на типичный такой фетровый наконечник. Очень, кстати, похож на подводку, например, для глаз с фетровым наконечником. Это супер дешевые китайские линеры, но они относительно неплохие. Судя по отзывам, хочу их попробовать протестировать. Сейчас, возможно, запихну в ролик арт-материалы с маркетплейса. Стоили они мне рублей 400, не больше, за большую цену. Я бы их не стала покупать. Покупала я их на Азоне. И сейчас их там нет в наличии, но цена стоит 804 рубля. Не верьте абсолютно этой цене. Я не думаю, что они стоят так дорого. Они очень бюджетные, но за свою бюджетную цену неплохие, судя по отзывам. Как вы думаете, что здесь? Я думаю, вы уже догадались. Вот эти две малышки, да, это новинки PinX Extra. У меня получилось все-таки их выцепить. И у нас сейчас с вами будет распаковка в прямом эфире. Вот такой шикарный перелент зеленый. Обязательно сравню его с ПВЦ. Там у них эта краска, кажется, называется Shadow Green. И вот такой очаровательный перелент фиолетовый. Руки просто чешутся уже ими наконец-то порисовать. Такая, знаете, мрачная виноградная тема какая-то. Очень красивые два цвета. Безусловно, в первую партию я не успела их купить. Их все разобрали за 6 минут. Ну, просто уже классика для новинок от PinX. Но во вторую партию я их все-таки успела схватить. И теперь эти два красотца у меня. Вот такой большой сверток. Давайте поскорее откроем этот сверток, потому что внутри лежит очень занимательная, ну, для меня точно, новинка. Это акварельный скетчбук от скетчмаркер. Я была уверена, что он формата А5. Но нет, он явно больше. Вот вы здесь можете видеть его размер. Это акварельный скетчбук от скетчмаркер. Черт возьми, стопроцентный хлопок. Я это только сейчас увидела. Я была уверена 100%, что это целлюлозная бумага. Ну, возможно, NYX. А оказывается, это хлопок. Ребята, да, я очень редко смотрю то, что я заказываю. Надо просто удалить уже эти маркетплейсы. Просто невозможно. Особенно, когда я заказываю ночь. Мне нереально чешутся руки уже в нем порисовать. Я очень долго его ждала. Обращаю ваше внимание на цвет обложки. Он один. Может быть, пока он один. Потом будет в больших цветовых вариациях обложка. Ну, знаете, мне нравится. Темно-синий, очень красивый цвет. Спасибо большое, MPM, что везете нам эти новинки. MPM, я вас вообще, в принципе, очень сильно люблю. Стоил он 1000 рублей. Мне казалось, блин, как дорого. Ну, ладно, он же все-таки в твердом переплете. Тогда я думала, что это скетчбук из целлюлозы. Но теперь, ребята, это, конечно... Это в данный момент очень бюджетно. Это нереально бюджетно для скетчбука в твердой обложке с резинкой. 24 листа. Ладно, листов, в принципе, не так много. Средняя фактура 300 грамм. Здесь еще 300 граммовая бумага. Если он еще и хорош, то скетчмаркер просто обвалят. Просто задемпинкуют рынок хлопковых скетчбуков, я вас уверяю. Ох, как я соскучилась по этим качественным скетчбукам. Бумага здесь не прям супер белая. Можете сравнить. Можно рисовать на развороте. Бумага двусторонняя. Все, ребята, надо останавливаться. Я хочу сделать на этот скетчбук отдельный обзор. Возможно, с какими-то скетчбуками. В одном видео, например, три скетчбука сравню, как я уже делала не так давно. Но этот обзор почему-то набрал не очень большое количество просмотров. Он набрал в среднем, в принципе, по каналу. Но в него было вложено столько сил. Я рисовала в трех скетчбуках на протяжении нескольких лет и рассказала вам о них. В общем-то, поэтому мотивация делать похожие видео у меня сильно уменьшилась. Но ради этого красавчика, честно, я пойду на это еще раз. Но придется, наверное, может быть, какой-то скетчбук еще взять в сравнении к этому. Или просто не в сравнении, а в одном видео разобрать два скетчбука. В общем, пишите, интересно вам или нет. Я прямо сейчас засяду в нем рисовать. Настолько мне интересно. Сейчас же обойтись без новинок от Pinox Extra. Не так давно, на самом деле уже прилично давно, конечно, у них вышла гуашь. И, конечно, я ее взяла. Очень люблю гуашь. Сейчас достаточно часто ей рисую. Она уже в моем рисовании стала такой стойкой соперницей для акварели. Гуашь в тубах. Здесь 12 цветов. Вот такие красавчики. Я их уже активно тестирую для обзора. Очень необычные краски, очень необычная гуашь. Наверное, одна из самых таких необычных и интересных у меня в коллекции. При этом она достаточно бюджетная. Я покупала за 850 рублей. Сейчас на Азоне ее нету, но есть на Вайлберис. Кажется, даже чуть-чуть по более приятной цене. Конечно, белый уже, как всегда. У этой гуаши есть свои определенные особенности, очень интересные. Я расскажу вам обязательно об этом в обзоре. Ну и, конечно же, акварель Pinox. Выпустили 8 новых цветов. Вот они все здесь. И сразу же сделали это в наборе. Ну какие молодцы. Просто моя сердечная благодарность Pinox. Спасибо большое, что вы это сделали. Не знаю, насколько это выгодно для обзора. Обязательно почитаю. Но это намного удобнее приобретать все новинки сразу же в наборе. Это потрясающе. Как вы видите, они уже открыты, эти конфетки. И я ими уже активно рисую, чтобы вам об этом рассказать. Наши бренды не перестают нас радовать новинками. И у Малевич в последнее время вышло какое-то нереальное количество туши и чернил. И с блесками, и ароматизированные, и распадающиеся. Это очень-очень интересно на самом деле. И я не удержалась и взяла две баночки распадающихся чернил. Название здесь, конечно, тоже маркетинговое. К некоторым у меня даже есть вопросы на самом деле. Звучат они странно. Но да ладно. Как и здесь у нас внутри находятся вот такие вот очаровательные баночки. Очень на самом деле стильно выглядят. Очень приятно. И слеза единорога. Конечно, хотелось бы приобрести и протестировать побольше. Хотя бы по одной из каждой категории. Но цена не прям высокая. Но когда набираешь много, достаточно кусается. Поэтому я приобрела вот такие вот две очаровательные баночки. Одна, кстати, в подарок даже не мне. Так совпало, что эти туши просто почти идентичные. Медуза чуть более синяя. Слеза единорога чуть более фиолетовая. Вам на камере они сильнее отличаются, чем в жизни. В жизни они просто как под копирку. Но ничего страшного. Не сказала бы я, что они прям супер сильно как-то распадаются. Возможно, только на этой бумаге. Это у меня поли рубин с 50% хлопка. Тут можете видеть выкраски из предыдущего ролика. Невероятная красота. Это не покупки, это подарки от моей подруги Ксюша. Такая невероятная прелесть. Я просто не могу налюбоваться на эту прекрасную палитру для акварели. Как же без красок? Конечно, были краски. Краски для слепого теста, которые мы с вами делали вместе. И также просто целая куча акварельной бумаги, которая также нереально круто пригодится для слепого теста. Малыши – это баночки с сухой блестящей акварелью. Я взяла 4 штуки. Их приблизительные оттенки вы можете видеть на крышках. Названия у них, конечно, нереальны. Какие-то соленое море, просторы вселенной, фуксия. Производитель, не знаю, обещает, не обещает, что они будут с оттенком и при этом с блесками. Вот так это все выглядит. Нужно добавлять капельку воды, и тогда этот порошочек, этот пигмент с блесками превращается в краску. Это очень интересно. Я хотела сделать на них обзор, но их всего у меня 4 штучки. Возможно, в каком-то из роликов я вам о них обязательно расскажу. Напишите, интересно было бы послушать или нет. Еще одна, безусловно, супер-классная покупка – это мольберт. Я взяла совсем недорогой мольберт на озоне. Он стоил, внимание, 1000 рублей. И к нему также вот недавно у Леонарда купила планшет. Сейчас рисую на нем и, кстати, записываю вам ролик. Он небольшой, но при этом за такую цену. Он весьма качественный, у него хорошие достаточно крепления. Он хорошо сделан, такой светленький, небольшой, дешевый мольберт. Если вы захотите обновить свое рисование, купите себе мольберт, то я, наверное, оставлю ссылку в описании. К нему я купила планшет от фирмы Tuyukan, кажется. Я не знала, что планшеты эти для рисования, в принципе, такие дорогие. Ниже чем 600 рублей, наверное, не найти. Вот этот был бюджетный, при этом очень качественный по сравнению с тем же Vista Artist. Он светленький, мне нравится, что он тон в тон подходит к моему маленькому мольбертику. И вообще прекрасный размер. У него 60 на 40, кажется, но могу ошибаться. Внезапная книжная рубрика на канале. Эти книги касаются рисования, поэтому я приняла решение вам их тоже показать. Они просто невероятные на самом деле. Особенно первая книга. Очень давно я хотела ее приобрести. Это настольная книга художника от иллюстратора Карины Кино. Мне безумно нравится иллюстрация этого художника. Книга выполнена не только как какой-то самоучитель. Как вы видите, здесь есть упражнение. Книга выполнена, можно сказать, как арт-бук. И мне это безумно нравится. Покупалась она ради иллюстрации, безусловно. И вы посмотрите, как она волшебно сверстана. Мне безумно нравится. Карина Кино, как иллюстратор. У меня есть целая коллекция тетрадок Бруно Висконти с ее иллюстрациями. А теперь все они есть в этой прекрасной, потрясающей книге. Я обожаю такие вещи. Очень часто я покупаю комиксы не только для того, чтобы их читать, знакомиться с историей персонажей внутри, а и для того, чтобы пролистывать их периодически, вдохновляться. Безусловно, что-то полезное для себя, я думаю, можно в этой книжке подцепить. Посмотрите, как она просто клево стилизует людей. Это просто невероятно. Но в первую очередь, это такая доза вдохновения. Вот такую красоту я приобрела на Велберес. На маркетплейсах всегда намного бюджетнее покупать книги. И вот такая красота у меня теперь будет стоять на полке. И я просто безумно рада. Следующая книга. «Зачарованный лес» про крейд. Я увидела ее на Мифе, когда заказывала подарки. И влюбилась тоже в иллюстратора этой книги. Какие-то подарочки от Мифа. Стоила она абсолютно не бюджетно, но со скидками получилась в районе 1200 рублей. И это прям, конечно, пошаговые уроки рисования в Procreate. Здесь есть как несерьезные по типу рисуем аниме. Что, в принципе, мне, наверное, не сильно нужно. Но здесь в большом количестве иллюстраций автора. Сейчас вам покажу одну из моих любимых иллюстраций. Вот она. Это иллюстрация с большим тигром и маленькой девочкой. Потрясающе шикарно. Насколько полезна для меня? Честно, я не знаю. Я не уверена даже, что я буду тут все эти уроки проходить. Может быть, так. Посмотрю, пролистаю, почитаю. В каком-то помутнении я заказывала эту книгу. Но я рада, что теперь она у меня есть. Тоже так пролистывать, вдохновляться. Мне очень нравится, как она выполнена. Вы посмотрите, какая красота. Вообще, книга полезнее. Вот ее я точно буду читать и изучать. Рисуток и композиция для визуального стори-тейлинга. Я очень давно заглядывалась на эту книгу. Смотрела на нее в Леонарде, в других физических магазинах. Но стоимость что-то там была очень приличная. За 2000 она стоит. Я приобрела ее в Читай-городе за 1400 рублей. И здесь автор делится секретами, техниками визуального стори-тейлинга. Как визуально передать историю. Вот такие, в общем, у меня сокровища. Вот такие у меня новые приобретения. Обязательно пишите, на что бы вам было интереснее. Прежде всего, посмотрите обзор и переходите в мой телеграм-канал. Думаю еще о том, что в телеграме можно было бы делиться прочитанным по теме рисования. Почему бы и нет. Но я вам желаю удачи, вдохновения в этом новом году. Я уверена, что он принесет нам много радости, много творчества. И что мы с вами со всем справимся. Ну а я вам говорю огромное спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик. За то, что вы продолжаете меня смотреть, меня поддерживать. Это очень сильно мотивирует и вдохновляет. Ребята, всем удачи и всем пока!